Добрый вечер! В эфире программа «Важный день» в студии Оксана Гудсайт. Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении торговли и инвестиций в Крым и Севастополь. Таким образом, с 20 декабря инвестиции в полуостров будут незаконными. Европейские базирующиеся в ЕС компании не смогут больше покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги. Тем временем президент России Владимир Путин 3 часа 15 минут рассказывал народу, почему жить стало веселей. Чудо не случилось, во всем виноваты все, кроме России. Эти и другие важные события дня мы обсудим с нашими гостями. Знакомьтесь. Бача Корчелава, бывший пресс-саташе посольства Грузии в Украине. Добрый вечер! Добрый вечер! И Тарас Черновил, политический эксперт, народный депутат 3-го, 4-го, 5-го, 6-го созыва. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, основная тема сегодня, конечно же, да, у нас первая, это пресс-конференция президента России. Ну, какие-то основные месседжи, которые вы вынесли для себя. Вот что-то важное. Ну, давайте, наверное, с вас начнем. Первое, что, наверное, самое интересное, что это была самая короткая пресс-конференция за всю историю вот этих традиционных пресс-конференций. И второе, наверное, тоже самое интересное, это не в месседжах заключалось в том, что не было вот этих вопросов. Когда вы приедете к бабушке Фросе, там, в какую-то деревню, или как мы вас любим. И очень в этот раз, в отличие от предыдущих всех пресс-конференций, очень мало было дано слово каким-то региональным непонятным... Корреспондентам. Корреспондентам, да. Больше были уже более матерые журналисты, известные. То есть, было видно, что Путин нервничает и создает видимость некой демократии в стране. То есть, были жесткие вопросы. Даже вот люди, которые... То есть, Путин от них уходил, но даже журналисты, которые там всегда отличались работой с властью, даже одни с подковырками какие-то вопросы ему ставили. Как на ваше мнение? Ну, собственно, месседжи, которые бы запомнились, о которых стоило бы анализировать, что бы это значило, к чему это приведет и так далее, не очень-то и было. Я, откровенно говоря, для себя их не выделил. А атмосфера действительно такая удурчающая. Вот я себе представляю... Знаете, это, может быть, очень бы выглядело так, по повышению, слишком оптимистично, но это напоминает как бы пресс-конференция где-то там в бункере Гитлера, ну, где-то там в марте, может быть, не в марте, может быть, в январе 45-го года. Я понимаю, что это еще очень далеко. Это еще не январь 45-го года. До этого еще намного дали, и много еще придется пережить, и там еще очень много силы. Но такое удручающее состояние, мне кажется, где-то этой атмосфере отвечает. Что касается самого Путина, знаете, мне кажется, единственный адекватный момент, он действительно понял, что дела плохи-плохи. Видно по нему, он оправдывался, он пробовал что-то объяснить, он пробовал куда-то свести, свернуть общественное мнение. То есть он понял, что уже просто поклонения царю уже нет. Уже начинается какая-то непонятка, почему у нас Путин, у нас уже там третий или четвертый раз Путин, и почему все хуже и хуже. Вроде бы Крым наш, а мы ничего хорошего от этого не получили. И нужно уже как-то оправдываться. То есть понимание того, что он зарулил страну очень далеко и очень плохо, у него есть. А как из этого выходить, что нужно делать какие-то адекватные шаги, у него их не видно. И я когда-то... Меня очень критиковали некоторые украинские хорошие психиатры за то, что я пробовал ставить диагноз Януковичу и пробовал Путину. Ну, я придумал свой новый диагноз. Может быть, когда-то они от критики перейдут и их признают, что это что-то, можно назвать, синдром приобретенной тоталитарной неадекватности. Человек, который привыкает к тому, что ему поклоняется, он привыкает к тому, что к нему должна идти только хорошая информация, он отказывается принимать другую информацию, он сам себе вводит этот транс, и после этого он уже другим способом жить не может. Он уже не может воспринимать другую информацию. Я очень коротко просто напомню пример с Януковича. Последний раз, когда я у него побывал в кабинете, ну, предпоследний, наверное, я туда вышел, а мне сказали фразу такую. Тарас, ты у него, наверное, уже последний раз. Почему? Кабинет к Януковичу со своими мыслями не входит. В кабинет к Януковичу входит с его мыслями. Вот мне кажется, у Путина где-то появилось маленькое понимание, что он куда-то зарулил, но чужие мысли он слушать все равно не готов. Ну, давайте немножко разберем все-таки по пунктам. Наверное, первый пункт это все-таки война, которая происходит на востоке Украины. Опять-таки Путин сказал, что там нет российских войск, что это добровольцы. Ну вот, как это повлияет на нас? Как это может повлиять, его слова, на ход событий в зоне АТО? Вот как вы считаете? Я думаю, что на самом деле сход событий будет такой же, как был задуман. То есть они никак не повлияют. Просто Путин пытается немножко исказить реальность. Да, вообще у него удивительное... Немножко это вы так славите. Да. Ну, у него есть удивительное вообще умение. Россия вообще удивительная страна. Она как в Византии. Да, там существует несколько параллельных реальностей, которые с друг с другом не сочетаются, но уживаются в одном пространстве. И у Путина есть вот такие некие стандарты. То есть в Чечне добровольцы это террористы, а на Донбассе добровольцы это добровольцы. То есть на самом деле все наоборот. Я думаю, что просто вот тот механизм, по которому поставляются эти люди на Донбассе, мы же знаем, что их вербуют в военкоматы. То есть они берут списки этих людей, находят людей, которые умеют управляться с теми или иными видами оружия, или имеют ту или иную специальность. Все это продлится. Просто теперь они будут делать это гораздо более осторожно. Потому что если в начале ввода санкций они кричали, ура, мы победим, то теперь они поняли, что в этом легком объятии их начали придушивать. Потому что экономика реально падает. И было видно, еще Путин попытался поговорить про экономику. Он, в принципе, назвал какие-то цифры. Непонятно, эти цифры адекватны или нет. Но у него было на лице написано, господи, лишь бы меня не спросили ничего по уточнению. Потому что это была абсолютно не его тема. Он понимал, что просто надо быстренько отрапортовать, что все хорошо, мы растем все равно. Он даже два раза повторил слово, что цены на нефть вернутся. То есть это говорит о том, что он на самом деле ничего не будет менять в том, что он делал. Может быть, будет делать это более осторожно и надеяться на то, что лучшие времена в экономике вернутся. Вы тоже считаете, Тарас, что в ходе войны ничего не изменится после этой пресс-конференции? После санкции, после этих слов, что там не воюют российские военные? Ну, кое-какие вещи уже меняются. Просто мы можем взглянуть сейчас в небольшую перспективу назад. Но то, что Путин не меняется и позиция России не меняется, это, наверное, Дело в том, что византийство было вспомнено. Если бы об Византии описал не гениальный Умберто Эко, а описал бы другой гениальный писатель Оруэл. Византию вот это было бы описание нынешней путинской России. По Оруэл, византийство по Оруэл. Вот такая гремучая смесь. Что касается самой войны. Знаете, меняется так или иначе. Ситуация такая в нынешнем мире, что просто махать ядерным оружием уже никого особенно не напугаешь. Европейским образом можно немножко напугать, можно немножко задобрить Обаму. Но это уж не слишком много изменяет по сути. Врать нельзя в сегодняшней политике. Вот нельзя и все. Я думаю, намного меньше были санкции, если бы Путин просто занимался агрессией, аннексией без лжи. А врать в нынешней европейской политике просто нельзя. Нельзя нарушать какие-то нормы, которые были основой мироустройства, начиная с 1945 года. Вот это все нарушено. И давление, которое началось, оно ведь не только в экономической сфере. Ведь экономические удары по России, они пошли не от Запада в кончательном итоге. Они пошли из-за того, что Путин вдруг лишился всех партнеров. Кроме какого-то там на Уру в Тихом океане. По-моему, там в Латинской Америке молят на кого-то. Немножко еще надеяться на ВДСЛ. И то, я думаю, уже очень мало. И все. Арабские страны отказали в поддержке. И более того, они увидели, что он слаб. И они решили нанести удар в спину. Все многие говорят, что цены по нефти это заговор там западного мира. Да ничего подобного. Я очень хорошо знаю арабский мир. Я был в Саудовской Аравии. Я знаю этих людей. Я знаю, как они ухватились за эту тему. Можно добить. Добить окончательно. Убить. Уничтожить силу, которая им мешает поддержка Ирана. Которая мешает им в Сирии. Которая навязывает им позиции, которые им абсолютно чужды. Именно в их арабском мире. Плюс мешает им нормально торговать нефтью. Это чисто арабский вариант. Они подхватили ситуацию. Они ударили по России. Наслили сильнейший удар. Китай. Россия очень надеялась на Китай. А сегодня как-то уже слабее, слабее, слабее эти надежды. Потому что поняли? Китай увидел, что он может очень быстро получить абсолютную гемонию. Россия теряет силу из-за глупости Путина. То есть тут тоже начались определенные аспекты, которые додавливают Путина. Он понял, что он обсажен уже со всех сторон. Это не война Запада против него. Это уже война всех против него. Или он начал войну против всех, а все начали войну против него. А то я только закончу. А что касается изменений или изменений тактики. Ну давайте вспомним. Апрель-май. Мы чего ждали? Мы ждали очень серьезно. Я уверен. Я знаю многих людей в России. Они тоже очень серьезно к этому готовились. Что будет торжение в Украину большое. И мы ожидали, что будет торжение в Киев. Было ведь? Было. Были вот эти Кавказ-инфа, на которых писали, что будет 9 мая Янукович вместе с Путиным принимать парад победы на Хрещатике. Я понимаю, что это глупо. Это страшилки. Но большая война готовилась. Еще два месяца назад мы ожидали прорыва коридора к Крыму. Сухопутные. Ожидали. Мы видели, что творилось по Одессе. Мы ожидали и ожидали. А сейчас всему это пришло. Мелкие покусывания всяких диверсионных, мелких групп. И мы понимаем, что вот эта грань, по которой сегодня линия противостояния, она уже нарушена не будет. То есть большой войны уже не будет. А то, что Путин каждый раз, когда появится у него какая-то немножко возможность, будет нас кусать. Будет кусать как можно больнее. И только санкции ослабнуть, и Ленев пойдет в гору, будет намного больнее нам. Это ожидать нужно. Это не та страна и не тот лидер, которых можно расслабиться и сказать, ой, он стал вроде бы на человека похожий. Этот человеком никогда не станет. Хорошо. То есть вы согласны с мнением некоторых экспертов, которые говорят, что Россия все равно будет. Она не отступится в общем-то. И она будет все время мелко расшатывать ситуацию. Может быть, да, она не будет вести крупномасштабную войну настоящую. Но вот это мелкое расшатывание, это будет очень и очень долгие годы. Знаете, весь вопрос, есть ли у России очень многие долгие-долгие годы. Я смотрю на те процессы, которые там начались. Знаете, меня не очень-то удивляет ситуация и в Чечне, но очень быстро, скоро будет пылать Дагестан. Очень скоро. Там, то, что было в Махачкале, это так, случайность почти. Но это случайность было тоже подготовлено. Дальше успели там перебить. Но с Дагестана начнется очень серьезный распад по Кавказу, именно с Дагестана. По Сибири возрастут проблемы. И давайте вспомним, на Дальнем Востоке китайцев стало в два раза больше, чем было их где-то полгода назад. При попытке России как-то наладить поддержку Китая, им открыли, по сути, границы. Абсолютно ослабили миграционный законодательство и прочие вещи. Ну, не законодательство, а его применение. И очень скоро там будет уже Китай, де-факто Китай, а не Россия. У России есть все предпосылки, ну, скажем так, не пережить ближайшие долгие годы, там, перспективы десяти лет. Я имею в виду долгие годы для смены власти. Вот я хотела узнать у вас, как, ну, вот по опыту Грузии. Ведь Россия же тоже расшатывала долгое время ситуацию в Грузии, постоянные какие-то, да, там, словами, делами. Вот на опыте, скажите. Ну, во-первых, стратегия России по отношению к Украине не поменяется. Это однозначно. Тактически они будут постоянно видоизменять, в зависимости от того, там, какие будут политические настроения внутри страны. Если они будут видеть, что они более протестным скатываются, то есть они будут подогревать и так далее. То же самое, что они делали в Грузии. Но есть один момент, когда мы говорим, что, допустим, весной, там, мы думали, что начнется полномасштабное вторжение в Украину. Просто у Украины есть одна проблема. Существовал доклад такого аналитического центра «Стратфорд», который сотрудничает с ЦРУ, в котором было абсолютно четко написано, что у России на сегодняшний день нет ни сил, ни средств вести полномасштабную войну на такой большой территории, как страна Украина. И у них нет ни сил, ни средств, допустим, прокладывать вот эту дорогу в Крым, потому что основные регионы дальше, кроме Донецка и Луганска, они не совсем пророссийски настроены. А Путин, у Путина есть, конечно, моменты сумасшествия, но он не совсем умалишен. И он четко понимает, что для того, чтобы прокладывать в таких регионах условно дорогу или идти полномасштабной войной на такую большую страну, как Украина, нужны очень большие средства и финансы. И тогда бы то же поведение Запада очень изменилось бы, я не думаю. Он это все понимает. Поэтому вот эта мелкая тактика, она останется. Хорошо, что сделать, взирая на опыт Грузии, что делать в Украине, чтобы остановить этого? Реформировать страну, создавать нормальные структуры по безопасности, создавать боеспособную армию и так далее. Но это же тоже время ни одного дня. Ну, слушайте, мы год уже живем в состоянии войны, фактически. И это достаточное время для того, чтобы хотя бы заложить какую-то основу. Тем более в Украине есть базис из кадров, которые могут делать правильные вещи. Рецептов каких-то новых, что вот для этого мы должны условно посеять дерево на бульваре Шевченко. Но нету таких рецептов. Есть обычные простые рецепты, которые есть у всего мира. Создавать нормальные структуры и так далее. Знаете, я всегда говорю одну вещь. Государство Израилю было от основания 8 часов, когда ему полуарабского мира объявило войну. У них совсем не было профессионалов. Были просто люди, которые любили свою страну. И посмотрите теперь, какие у них есть структуры и какая построена у них страна. Это очень просто. Если ты что-то хочешь сделать, ты обязательно сделаешь. А рецептов нету других рецептов. Строить нормальные структуры, строить нормальную страну, где каждый будет исполнять свою функцию в зависимости от того, чем он занимается. Хорошо, давайте вот к экономически. Вы что-то хотели? Я могу только добавить к этому, что кроме того, что нужно делать реформы, нам нужно все-таки сейчас определиться, что нам на ближайшую перспективу делать по востоку Украины. Приоритеты. На 90% осуществить, вернуть пленных, прекратить огонь, добиться, додавливать, чтобы это прекратилось, а потом сделать резкую остановку. Потому что Россия готова идти на это исполнение. Но она требует, знаете, того, что Приднестровье в Молдове предлагалось как план Козака. Это очень подлая византийская штука, и Россия готова сейчас нам предложить все. Вы все получите. Мы пересадим, перестреляем, перевешиваем всех этих лидеров-сепаратистов. Мы вам объявим, что это ваша исконная территория, никто не посягает. Мы вам сами поможем, все сделаем. Но эти территории, даже не федеративные устройства, но они должны получить маленький особый специальный статус. Этот статус должен быть не тот, который записан в законах Порошенко, а совсем другой. По плану Козака, это право этих территорий, право вета на основные вопросы внутренней и внешней политики. Молдова от этого отказалась. Ей это навязали, она отказалась. Приднестровье не стало частью Молдовы, но они имеют возможность избирать свою судьбу. Вот Украине сейчас это навязывается. Украина должна добиться деэскалации, прекращения горячей стадии и жестко остановить переговоры. Мы должны после этого научиться выдержать паузу. Эта пауза может продолжаться полгода, может год. Больше вряд ли. Но эту паузу мы должны выдержать обязательно. Мы должны пойти дальше на любые уступки. За этот год они сами начнут вести какие-то переговоры. Им самим придется что-то делать с этим Донбассом, с голодными бунтами, со всеми другими проблемами. Вот тогда реинтеграция начнется по нашему сценарию, а не по плану Козака. Скажите, нужно ли проводить переговоры с террористами? Вот Грузия проводит переговоры с террористами? Давайте для начала определимся. Нету террористов. Есть агенты Москвы. Та Кремля. И они абсолютно все управляются с одного места, с Красной площади. Мы четко знаем. С террористами какой смысл вести с ними переговоры? Знаете, когда-то в Украине, вот здесь в Киеве, происходили очень конфиденциальные переговоры между руководством Южной Осетии, в лице президента Южной Осетии Эдуарда Кокой-то, и нашей стороной, грузинской. Часов 18 разговора прошло, и через 18 часов он нам прямо сказал, по-грузински причем он прекрасно говорил, он сказал, ребята, что вы ко мне прицепились? Позвоните в Москву, пусть мне перезвонит Сергей Иванов и скажет, что надо делать, и я сделаю то, что он скажет. Понимаете, ну я это все... России очень нужно зафиксировать вот этих людей, ДНР и ЛНР, как сторону переговоров, чтобы показать, что мы медиаторы, мы не имеем к этому отношения и так далее. Сможно, конечно, с ними вести переговоры, если нам очень хочется поговорить с кем-то. Но если мы хотим добиться результата, то переговоры не ведутся с этой стороны. Я считаю, что сейчас, в данном случае, когда идут санкции против России, и когда Россию начинают понемножку душить, это единственный способ, когда Кремль будет более сговорчивым. Или же есть второй вариант, да, вот это называется восстановление конституционного строя, военная операция, да. Но к военной операции мы тоже не готовы сейчас, по большому счету. То есть, из этих двух вещей, если выбирать, вот сейчас мы должны там максимально пытаться удержать вот эту линию соприкосновения, которая у нас есть, и с помощью западных партнеров понемножку душить Кремль, чтобы он стал более сговорчивым. Потому что, если будет сделан один звонок из Кремля, и всем им скажут, а теперь собрались, построились колонны и побежали в Ростовскую область, вот так оно и произойдет. Хорошо, давайте про экономические санкции, которые, дай бог, приведут к такому решению, что все это закончится. Ну вот, Путин, я не понимаю, Путин сам верит в то, что он говорит, на все экономические вопросы, которые были ему заданы, он отвечал, да, что партия и правительство делает все возможное и правильно делает, и все будет хорошо. Он сам в это верит, или он хочет, чтобы это услышали россияне, но не вдумываясь в то, что они уже, да, там, сметают с полок магазинов, все, лишь бы только избавиться от рубля, у них пустые полки с продуктами. Вот для чего это делается, если люди уже ощущают на себе санкции? Ну, это особенность вот этой именно неадекватности тоталитарной. Это бывает в многих. Ну, я помню, скажем, Верховной Раде Украины, и снова возвращаясь к нашему опыту, проходит какое-то голосование, а как ни странно, вот те регионалы еще где-то там, период, когда Янукович еще там был премьер-министром, даже в оппозицию попал, они еще думали, они думали, что мы скоро вернемся, мол, к власти, и для этого нам нужно там не гробить страну, не убивать экономику, не принимать популистских законов, которые потом будут по нас бить, и проходит голосование по какому-то популистскому, абсолютно популистскому закону, внесенному коммунистами, и к черчетам машет, не надо голосовать. И тут срывается Герман с криком, как не голосовать, нужно голосовать, народу нравятся такие вещи, за это нужно голосовать. Они живут моментом, как это будет представлено ихней прислужбой. Путин живет, для Путина Россия, это сводки его прислужбы. Он до сих пор уверен, что все можно исправить конкретным указом с Кремля. Не можно исправить экономическую ситуацию, ладно, но можно пересадить в тюрьму, или там психушку всех тех, которые поднимают народ на голодные бунты, которые поднимают там народ на какое-то оппозиционное противостояние. Вот мы их задавим, и все станет хорошо. Вот такое восприятие, по-моему, сегодня и доминирует у Путина. Он видит, что все очень плохо, но у него уверенность, что... Знаете, я сравню с старым армейским анекдотом. Товарищ прапорщик, остановите поезд. Поезд стоять, раз, два. Вот вам логика Путина. Хорошо, вот забастовки, которые, в общем-то, планируются, да, уже машинособирательные заводы в России, в Калужской области закрываются, Рено в Москве закрываются, Фольксваген собираются закрывать. Ауди отменила поставки. Вот эти забастовки, люди обещают выходить на забастовки, дадут ли они какой-то толчок к тому, чтобы политика Путина в Кремле прекратилась, и началась, в общем-то, да, уже какая-то остановка? Ну, конечно. Ну, вообще, в политике всем известно, кто занимается политикой, политтехнологией, что вот мелкие-мелкие акции протеста, они в конце передоставят большой протест, да, это всегда так, это закономерность. Естественно, это будет давать какой-то толчок, потому что, понимаете, Владимир Владимирович Путин и вокруг него сидящие экономисты, типа Глазиева, да, допустим, там, очень известный человек, когда ты разговариваешь с какими-нибудь западными экономистами, все, что они предлагают или говорят о каких-то вещах, да, для западных экономистов является маразмом. Да, и по большому счету, когда мы видим долю мировой экономики России и долю в мировой экономике, условно, Китая, который тоже не отличается, там, большим видением, да, хорошей экономики, то мы понимаем, что в России все очень плохо. На самом деле, единственное, что тянуло Россию в это время, вот Украина и Россия, они очень похожи по своей экономической модели, по устройству, только в Украине нету нефти в экономике, единственное. Поэтому у нас тут чуть-чуть хуже, у них чуть-чуть лучше. Так вот, Путин, когда входил в эту фазу противостояния с Западом, он очень надеялся на две вещи, на высокие цены на нефть и на пронесет. Ни одного, ни второго не случилось, потому что США, там, когда был сделан первый шаг, умный экономист сразу бы сказал, когда США разморозили свой резерв нефтяной, уже бы ему сказали, что не надо с этим играть, это проблема. Но так как Владимир Владимирович, он чекист, и он не привык слушать умных людей, он привык решать и, там, побеждать на какой-то, вот, у нас все получится, да, мы победим, вот, ну, вот результат у него такой. Он в это, как вам сказать, он не верит в то, что он говорит. Просто, когда ты сидишь в Кремле, у тебя есть черная икра на столе, потому что в Кремле всегда хорошо кормили. Ну да, он же даже сказал, что он не знает о своей зарплате, а она ему просто и складывает, и приносит, да? Да, а там есть некий народ, которому ты говоришь, ну, надо потерпеть еще, ну, тебе-то терпится легче, у людей немножко другой быт и другая жизнь, они даже знают, какая у них зарплата, кстати. Хорошо, а отношение людей изменится, вот, после этих всех закрытий предприятий, от пустых полок, от курса рубля, отношение людей к Путину, потому что, ну, там очень большой, был, по крайней мере, процент поддержки его. Ну, давайте так, первое, начнем с процента поддержки, он действительно был огромен, наверное, все-таки не те 80 с чем-то процентов. Та же Левада-центр, которая отдала результат 80% поддержки Путина, один раз проявила очень интересный технологический опрос, в котором был вопросик такой простой. Верите ли вы в анонимность социологических опросов? Где-то 70 с лишним процентом ответили, что не верят. Если вы не верите в анонимность опросов, то как вы ответите незнакомому человеку, который в чекистской стране подходит вам на улице и говорит, вы за Путина или против? Большинство или откажутся, а ведь социологическое единство, большинство своим не публикует процент отказов. Это закрытая информация, она очень о многом говорит. Или скажут, да-да, люблю, если это не очень принципиально для них. Так что процент всегда был ниже, был страх, была терпимость и было в конечном итоге, а если не станет Путина, тогда будет, а что тогда будет? Вот тогда будет хала, страна рушится, тогда какая-то революция, тогда раскол, тогда один все начнут друг друга убивать, что-то то, что им рисует в сегодняшней Украине, как бы по их сценарию вроде бы происходит. Так что я думаю, там держатся за Путина, они любят его, держатся, как за какую-то соломинку, без которой можно утонуть. А вот другой момент, что и сменится. Знаете, мне кажется, тогда в такой ситуации начинает расход по двух крайностям. Я не уверен, что людей, которые будут хвататься за Путина, станет намного меньше. Их станет меньше, но не намного. Они станут очень радикальнее, они будут озомнены на весь мир. Они будут уверены, что этот весь мир виноват. Они захотят всех уничтожать, они будут где-то бросаться, даже если полиция российская будет им прикрывать дорогу, полей там американское посольство, прочие вещи. Это уже будет инициатива изнутри, которой Путин уже может не владеть. Потом это прирастет на убивай буржуев, путинских же буржуев. Там может быть не Путина, не лидеров партии «Единая Россия», но тех, которые жирные коты, они ведь довели страну. Путин на этом, наверное, и сыграет определенный момент, но это будет. С другой стороны, наверное, появится большое количество людей, особенно в промышленных центрах, которые, сильно ощутив это на себе, наверное, взорвутся с другой стороны. И противостояние этих двух направлений, оно действительно может привести очень серьезному, не просто хаосу, а взрыв внутри страны, вот эти две силы, которые направятся друг на друга. Там может начаться что-то ужаснейшее, ну и, наверное, то, чего не может быть в сегодняшней Украине. Знаете, в Украине ведь тоже жить стало очень плохо. И люди живут очень трудно. Но первое, все-таки какая-то все равно существует надежда, первое. И второе, ну, давайте скажем так, откровенно, как бы там ни было, при всей неуважении к многим людям в правительстве, у меня там лично и к премьер-министру, но власть-то стала честнее. Они увидели, что власть где-то старается, по крайней мере, жить честно. У нас прошли нормальные выборы президента, мы имеем нормального президента, адекватного сегодня. Немножко лучше стало правительство, и люди увидели какой-то свет надежды. Они увидели, что все-таки какая-то солидарность, система солидарности власти с народом все-таки есть. В России абсолютно этого нет. Это полное расслоение. И там ощущать, что мы можем еще потерпеть, и они для нас сделают, там этого нет. Там есть, может быть, еще там захватив какую-то там Европу, раздавив, может, мы что-то получим с этого. Вот часть общества на это пойдет. Но вот эти бунты, которые будут назревать с другой стороны, они могут очень серьезно разрастись. Но давайте вспомним, в чем началась оппозиционная деятельность в России, против советской, которая привела именно с российской стороны к распаду Советского Союза. В Украине там диссиденты, национальные движения, все. В России тоже были диссиденты, и было очень много. А началось все с табачных бунтов. Перестали завозить в уральские города сигареты. Все, и этого хватило для того, чтобы разрушить страну. Уже потом пошли шахтеры, все. А началось все с сигареток несчастных. Так что там мало искра. Потом был сухой закон, потом были шахтеры и так далее. Хорошо, вы сейчас заговорили про российских буржуев. Но вот на самом деле, российские олигархи ведь тоже очень, не тоже, а они очень страдают от этих санкций европейских и американских. Почему никто не имеет права голоса, или никто не имеет права влияния? Почему вот их же там не один олигарх, который там спонсирует политику? Подожди, давайте определимся. Страдает кооператив Озеро. Не страдают российские олигархи. Российские олигархи в своем большинстве давно вывели свои капиталы в Лондон и живут в Лондоне. Олигархи, что касается олигархов. А что касается кооператива Озеро, кто такие олигархи из кооператива Озеро? Это друзья Путина, которые руководят государственными предприятиями и монополиями. Там железная дорога и так далее. То есть их очень, там список не очень большой, их человек 30 всего. Так вот, эти люди, ну страдают как? Ну не могут полететь на Лазурный берег отдохнуть. Не могут полететь в Штаты, там на Шоппинг или во Францию. Если это назвать страданием, ну страдают, да, очень, наверное. Хорошо, но то, что сейчас происходит с экономикой России, ведь их прибыль категория... Они руководят государственными предприятиями. Вы понимаете, их прибыль никогда не зависела от бизнеса. Она зависела от уровня воровства из бюджета. Они как воровали из этого государственного бюджета, точно так же и продолжают. Сечин, например, я вот точно знаю, вот сегодня я разговаривал со своим одним знакомым, который работает в России в структуре Сечина, в Роснефти. Он говорит, что Сечин просто радуется от радости, не знает, что делать. Потому что нефть-то, да, она упала в цене, но добыча идет на рубли. И они выплачивают зарплату в рублях, а продают нефть на доллары. И вы понимаете, что для Сечина это сейчас золотая пора. Капиталы-то растут. Понятно, что он эти капиталы никуда не заберет из России, потому что он тоже уже почти фактически под санкцием. Но для него это суперприбыль, потому что он не вкладывает ничего в бизнес, он не является хозяйственником, он не является бизнесменом, он просто управляющий государственного предприятия, которое обворовывается. Хорошо, тогда вот если на самом деле санкции выгодны кооперативу «Озеро», что тогда может остановиться? Нет, они не выгодны. Они создают дискомфорт, но сказать, что они очень плохо от этого живут, ну не живут они плохо. У них никто не забрал их дома на территории России, никто их ни в чем не ограничил. Они как еле так же едят, катаются на тех же яхтах, летают на тех же самолетах, просто не за границу, в пределах Российской Федерации. Вот и все. Хорошо, вот сегодня Совет ЕС одобрил новые санкции в отношении торговли и инвестиций в Крим и Севастополь. Европейские, базирующиеся в ЕС компании, не смогут больше покупать недвижимость или предприятия в Крыму. Вот эти санкции для Крыма, это просто санкции ради санкций или они что-то смогут остановить Россию? Нет, это просто исполнение юридической составляющей, о которой просто тупо забыли. Есть вещи, которые в этой ситуации должны были сделать одновременно. То есть это не санкции против Российской Федерации, в общем-то, ключи, против каких-то российских олигархов. Это формальная часть, которую по какой-то причине кто-то может быть заинтересован, а может быть и просто бюрократическая тяготня, но просто упустили. То есть такие санкции обычно вводятся стандартно по территориям, ну аналоговой ситуации с Крымом нет в последнее время. Абхазия, Южная Осетия тоже введены санкции. Ну они вводятся, они должны быть введены. То есть это абсолютно формальная вещь. Я думаю, что это немножко ударит по Крыму, это немножко ударит по России. Немножко хорошо ударит по Франции. Ну вот если по опыту взять по Абхазии, это ударит по Крыму? Это, смотрите, когда некое государство присоединяет к себе территорию, эта территория попадает под ограничения, это обязательно, то есть формально Европа и США, они соблюли международное право, да, по международному праву никто не имеет права аннексировать чужую территорию, да. У нас есть границы, последнее признание в рамках границ ООН было в 91-м году после распада СССР, все эти государства признаны в рамках административных границ на момент распада. Украина признана в этих границах вместе с Крымом. Российская Федерация забрав, они ввели санкции против Крыма, по факту это завтра ударит по российскому рынку фондовому, по российскому рублю, потому что бизнес все равно будет это рассматривать в контексте ухудшения экономического положения. Когда инвестор нанесет деньги на биржу, да, к тебе в страну, когда у тебя постоянная девальвация валюты и все остальное, это болезненно очень отбивается. Иностранцы, они, Европа выбрала такой способ, можно было там жестко пойти на конфронтацию с Россией, а можно было задушить в объятиях. Вот они решили душить Россию в объятиях. И Россия реально с этим сделать ничего не может. Вроде бы Путин может и протестовать против этих новых санкций, но они введены против Крыма. То есть факт, он в мире никто не признает, что он, соблюдая международное право, получил крымскую территорию и так далее. Поймите, это такая очень долгая игра. Советский Союз валили несколько десятилетий, да, тоже. Вот приблизительно такими же способами. Если мы сейчас возьмем, там, и посмотрим по истории, как рушился Советский Союз, абсолютно все то же самое, ничего нового. Осталось, чтобы кто-то еще программу СОИ опять придумал для Путина, и он начал выпускать боеголовок как можно больше. Вот, в принципе, это все одно и то же. Путин, кстати, по-моему, кто-то это и придумал. Путин не так давно делал несколько заявлений о специальном перевооружении. Ну, правда, там сейчас возникли проблемы даже для российской оборонки, но, я думаю, истерия, которая нарастает, причем, ведь оружие нужно будет очень скоро не только наружу, а и в середину страну. Плюс любой диктаторский режим, у него шизофрения начинается. Помните, в гениальном фильме Тарковского «Сталкер»? На нас постоянно хотят, они решили, снова решили, что на нас хотят напасть, умники. Они, когда любые проблемы, они думают, что на нас хотят напасть, они искренне в это верят. Они действительно в это верят. Они верят, что Украина их будет атаковать, что Европа будет их атаковать. Когда они сейчас, вот эти искандеры ставят Каннеградской области, ведь они ожидают, что их будет там Литва с Польшей вместе атаковать. Они этого реально ждут. Это истерия, которая действует. Но плюс им нужно вооружение, чтобы давить себя стране в середине. Причем российская логика, ведь Чечня формально была составляющей частью России, когда они делали там выжженную землю. Почему Россия не может воевать с Украиной сегодня? Потому что российская армия сама по себе не боеспособна для таких воин. Единственный способ российской войны – это выжженная земля. Это ракеты, это авиация, это вертолетные. То есть только этими силами они могут наступать и воевать. Это значит, что в эти направления они все равно будут бросать деньги даже для подавления внутренних конфликтов. А на том же Кавказе, в Сибири, в прочих территориях. То есть при том всем, что сейчас модернизация оборонки немножко затормодилась, только начнутся какие-то больше серьезные акции протеста, они заберут снова у голодных, еще больше заберут, еще больше бросят на эту же самую оборонку с одной целью, чтобы удержаться. Потому что логика прапорщика, она никогда не уйдет. Вы пришли к тому, что я сказал. Что да, те же самые. Абсолютно те же магии. Хорошо, экономически. Ну вот допустим, рубль опустится до 100, до 150 рублей за доллар. Дальше что? Ну, знаете, тут ведь Россия не может выйти из глобального абсолютно мира. Советский рубль как бы держался. Вот держался, и все было прекрасно. Только внутри самой страны, пока не дошла грань, за которой уже не было чем его держать. И Советский Союз рассыпался, как карточный домик. Россия очень близка к этому. Она пока что не рискнула ввести жесткую изоляцию вснутри. Абсолютнейшую изоляцию, экономическую самоизоляцию, полную ограничение всего своего населения во всем. Они попробовали там, начиная от кружевного белья и французских сыров, потом как-то с этим смягчили, открыли там контрабанде двери, там через Белрусию и все прочее. Но в определенный момент они, наверное, все-таки до этого дойдут. Внутренняя финансово-экономическая самоизоляция, но это только ускорит этот процесс. Дело в том, что сегодня рубль российский – это очень живая структура, которая очень правильно реагирует на то, что нужно реагировать. Причем иногда намного правильнее даже, чем украинская гривня. Украинская гривня как-то ожидание не совсем совпадает с тем, что происходит. А чем вы сказали связывать вот такое падение? Сегодня за время пресс-конференции, да, за 3 часа 15 минут рубль упал, по-моему, с 68 до 73. Это то, что инвесторы, которые работают в России, и свои российские внутренние инвесторы – довольно умные люди. Они прекрасно, они слушали. В отличие от многих нас, которым просто, ну, противно было это слушать. Это невозможно слушать, да. Ну да, это невозможно слушать. Они слушали каждое слово. И за каждым словом они понимали, что это безнадежно. Они оценивали, их аналитики оценивали, фондовый рынок оценивал. Так что сегодня нужно сказать, рубль – это, наверное, одна из самых умных валют в мире. Она очень хорошо чувствует настроение власти и к чему это может принести. То, что власть делает, ведь реально-то, правильно сказали, стоимость реального доллара должна быть в районе 50 рублей. Не выше, 50-55. По экономическому ресурсу, по всему, а он-то падает ниже. И любые способы поднять его, удержать то, что сделали там, скажем, день назад, они ведь только временно подняли, причем ценой страшнейших ресурсов. А рубль, система экономики России такова, что пока она не стала абсолютно самоизолированной страной, рубль будет реагировать на каждую глупость, на каждую блашь кремлевского руководства. Сейчас эта блашь слишком рискованна и опасна для российской экономики, российской валюты. Хорошо, давайте поговорим. Это не совсем касаемо сегодняшней пресс-конференции Путина. Вот сегодня министр юстиции наш сказал, что мы подали иски в Международный суд ООН о возмещении аннексии Крыма, о возмещении, там будут просчитывать хода войны на востоке Украины. Но вообще, реально ли получить эти деньги, если мы выиграем, я думаю, что мы выиграем суд, и получить эти деньги, и будет ли вообще Россия считаться с какими-то для них, ну, непонятными международными судами? Это ведь для них не указ, не организация, и Россия тут самое главное. Нет, ну, Россия, во-первых, подписала все эти договора, она входит во все эти системы мировых судов. К сожалению, то, что она подписывает, она не выполняет. Нет, ну, давайте так, оттолкнемся от того, что то, что мы будем считать ущерб, это хорошо, то, что мы подали иск, тоже хорошо, но если даже мы все сделаем правильно, решение суда будет, ну, минимум, лет через 20. Ну, к сожалению, такие процессы, они очень растянуты во времени, это же не арбитраж, где хозяйствующие субъекты приходят и решают свои хозяйственные споры в течение года. А тут немножко это сложный процесс, потому что это целая система. Там только, по-моему, более 300 договоров действует для того, чтобы все это заработало. Это первый момент. Второй момент очень важный. Ну, когда будет решение суда, непонятно, какая будет у нас реальная действительность на тот момент, что будет с Крымом, что будет с Донбассом, кто будет во власти в России или в Украине, да, и так далее. То есть тут все это сейчас прогнозировать на десятки лет вперед, я не знаю, это сложно и невозможно, да. Тем более, когда речь идет о таких больших ущербах, о таких больших суммах, это еще более тяжелый и долгий процесс, да, там, а несколько сот миллионов тяжело отсудить, а когда о миллиардах долларов, то это очень тяжело. Да, там уже о триллионах идет речь. Вы как считаете, что... Знаете, есть два нюанса. Нюанс первый. Что касается именно четко нашего Министерства юстиции. Ну, не нравится мне многие вещи, которые не делают. Есть... Нет, мы не обсуждаем сейчас, мы обсуждаем возможность получения возмещения. Я понимаю, но... Но, ведь дело в чем в возмещениях? То, что касается больших, огромных ущербов по поводу аннексии Крыма, прочие вещи. Да, вот тут я абсолютно 100% согласен с тем, что сказано. А мелкие виски, корпоративные виски, очень важны. Там у Черномора ГАЗ подает иск по конкретных абсолютно вещах, что у них забрали. А эти иски идут уже намного быстрее. Да, это не недели, не месяцы. Это годы, но это 2-3 года, и ущерб будет определен. И тут очень конкретно наработанная схема. Но будет ли он выплачен? А тут включается штука очень... А у меня нет возможности не выплатить. Есть механизмы, когда замораживают государственные счета, и у тебя просто снимают. Ты не можешь ни одну международную транзакцию сделать, если суд постановил международный, что ты должен выплатить ущерб. У тебя замораживаются все счета, и все деньги, которые попадают до полной выплаты этого ущерба, попадают... Не проходят. Да, ну я наведу просто пример. Украина когда-то проиграла несколько таких, причем не очень правильно поданных исков, когда к Украине выставили ущерб коммерческим структурам. Но она их проиграла, эти иски, в 90-х годах. Что было? Помните, как наши Русланы, вот эти сверхсамолеты и все прочее арестовывали, наши суда арестовывали в разных портах, и задержали. Мы отбивали, мы добились, их нам вернули. Но она ускорилась, и нам все-таки пришлось эти иски оплатить. Вот то же самое будет с Россией. Каждый российский самолет государственной авиакомпании, который приземлится в аэропорту Амстердама, уже оттуда не взлетит. Вот это поступает тогда, когда принимается решение вот конкретно по вот таких исках, которые можно провести за год-два. А есть еще частные иски, частных лиц. Вот тут нужно было основной упор дать по мелким искам. Они, как правило, вот европейское право дает частные иски, мелкие или среднекорпоративные иски, они решаются очень быстро, и это святая святых. А вот государственные иски, огромные иски, вот тут они думают, а что с этим делать? Вот так как бы распределение, скажем, экономической зоны между Украиной и Румынией. Вот я всегда наставил, вот чисто географически, вот берем карту, и так как по закону выходит, как бы по международному договору, мы должны было получить вот там две трети. А там есть позиция, это не должно быть ущербным для того государства. Очень многие международные договоры написаны, что эти договоры, эти иски не должны поставить государство на колени, они не должны его разрушить, они не должны принести большие страдания его народу, они не должны быть ущербными для него. Вот этот момент по больших действиям. А вот малые, на них это не распространяется. Давайте поговорим сейчас еще о Америке. Президент Барак Обама обещает подписать документ о помощи Украине, который был принят в Конгрессе. Почему так долго обещают? Почему они это как-то вроде пообещали, но не делают? У него есть по закону время подписывать его. Во-первых, он его подпишет, это было сказано сразу после голосования. То есть не сам Обама заявлял. Зачем они паузу держат эти? Вы знаете, пауза, я думаю, в этих паузах идет торг с Россией постоянно. В дипломатии это вообще принятая абсолютно процедура, когда ты там условно принимаешь закон и перед подписанием начинаешь торговаться для улучшения позиций. Мы все четко понимаем, что во всех встречах, которые происходят между Россией и США на данный момент, обсуждаются два вопроса. Это Сирия и Украина. То есть по этим вопросам идет очень сильный торг. А чем они могут торговаться, если все равно документ будет подписан? Что они могут взамен? Вот пока он не подписан, торг идет. Когда он подпишется, поменяются позиции сторон, пойдет другой торг. Но еще раз говорю, торг идет по двум государствам на данный момент. Сирия и Украина. Торговаться там можно по очень многим вопросам. Там большой спектр вопросов, как и в нашем украинском случае, так и в сирийском случае. Тем более там есть опасность окончательного возникновения государства ИГИЛ, которое не очень нравится ни одним, ни другим. Но Россия пытается играть на этом для того, чтобы как-то хотя бы сохранить свои позиции на Ближнем Востоке. Потому что не так хорошо у них дела уже давно. Даже с Ираном уже нет такой близости и такого взаимопонимания. Это все очень взаимосвязанные вопросы. Иран нанес очередной удар России, когда повысил добычу, продажу нефти. Ирану нужно... Ирану нужно спасать свой бюджет. Он решил спасать его не тем, чтобы снизить добычу. Он поднял добычу. Он получил больший объем денег. Но он ближе к основным путям, к основным танкерным стоянкам, чем та же Россия. То есть вот эта пауза, которую держит Барак Обама, это больше устрашающая, так можно сказать, для России. Это пауза для торговли. Устрашать то, что устрашать приняли закон. Приняты единогласно. Двумя абсолютно разными по своему пониманию и сущности международной политики партиями. Республиканцы и демократы, они очень отличаются в ведении международной политики. Они приняли его единогласно. То есть решение о том, внутреннее решение, кто такая Украина для США и какое отношение у этой страны отныне сформировалось. То есть до этого на постсоветском пространстве, кроме прибалтийских республик, ближе всего сотрудничество было с Грузией. Сейчас еще к этому вектору добавилась Украина. С Молдовой пока еще все равно такое немножко более отдаленное сотрудничество у США. И Путин четко понимает, что после подписания этого закона в Украине начнутся те же программы, что были в Грузии. Обучение и оснащение армии, вооружение, помощь и так далее. Они все это понимают. Но вот эта пауза, я думаю, скорее всего торговля для того, чтобы он опомнился. Давайте последний вопрос. Это еще очень маленькая торговля внутри США. Короткий последний вопрос. Если не станет президент Путина, поменяется президент в России, короткие ответы. Изменится политика России? В некоторых деталях в основном, думаю, нет. Настроение не изменится, но будет немножко осторожнее. Ну, вспомню Медведева. Не лезть в бутылку, искать больше друзей, не создавать лишних конфликтов. Но делать будет он очень много похожего. В Грузию там входил Медведев. Хотя Путин за всем стоял. Ну, Медведев, я имею ввиду Медведев, Путин, это в общем-то одно целое. Любой, другой. Просто мы так наводим аналоги. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Я напомню нашим зрителям, что гостями студии был Бача Корчелава, бывший пресс-эташе посольства Грузии в Украине. Спасибо вам. И Тарас Черновил, политический эксперт, народный депутат 3-4-5-6-го созыва. Спасибо вам за беседу. Оставайтесь с каналом БТБ в 22.00 новости. Тогда увидимся. Субтитры подогнал «Симон»